Программа организации лечения ветеранов была сформирована по инициативе главы города в преддверии 70-летнего юбилея Великой Отечественной. Идею Анатолия Пахомова тогда активно поддержали практически все городские здравницы. Диспансеризация ветеранов и участников войны проходит во всех лечебных учреждениях. А в рамках городского проекта «Олимпийское здоровье ветеранам» госпитальное лечение для участников войны со всех районов проходит в самой современно оснащённой 8-й горбольнице. Они проходят здесь обследование, они здесь проходят оздоровление. Некоторые из них это наше прикреплённое население, а некоторые из других районов. Около 20 уже прошли, но планируется 30-35. И если будет больше, то мы готовы и большее количество обслуживать. Ещё раз повторюсь, что в принципе для этих целей у нас койки всегда резервированы. И мы к этим праздничным дням не отказываем никому, ни одному ветерану. Ольга Ивановна Падалко уже во второй раз проходит диспансеризацию. Направление в больницу ей дали в поликлинике по месту жительства. Условиями и лечением вполне довольна. Очень внимательно. Все профессионалы. По оборудованию тут всё. Исследования на все случаи. И УЗИ, и ЭКГ. Питание нормальное. Нормальное питание, потому что все далеко. Мне передачи не носят, но мне хватает. Даже не худею. В Сочи действуют три проекта по оздоровлению ветеранов. Это санаторно-госпитальное лечение, ежедневная диспансеризация на дому и так называемые автобусы здоровья. Сдать анализы, пройти компьютерную томографию, рентген, УЗИ, ЭКГ и цитологические исследования участники Великой Отечественной могут не только в стационарии и в поликлиниках. Многим ветеранам далеко за 80-е добираться до медучреждения им сложно, поэтому все узкие специалисты проводят консультации и по месту жительства. Татьяна Говоркова, Максим Ковригин, Владимир Киселёв, телекомпания ФКТ.